смотрите мы внесли навоз да ну соответственно сами понятие навоз это такая вещь которую ну в нем очень часто бывает и личинка майского жука и проволочник там давай заносит на что с ним только не заносится поэтому конечно обязательно когда вы высадили огурец надо даже не когда высадили от пролив делать и перед высадкой правильный до дать ну данном случае я больше чем имиды клапирид больше люблю давать теме таксам теме таксам защитит вас и от всех почвенных видит ли он их всех убьет второй момент очень важно теме таксам сейчас он будет в почве сохраняться несколько недель соответственно растение будет выходить даже какие-то где-то там какая-то единичная тля залетит точно огурцы сейчас для там даже и белокрыл какая-то она либо умрет либо соответственно она не будет активно размножаться на этих растениях тоже очень важно то есть будут угнетенные еще один момент это подглазающие совки то же самое то есть они сейчас тоже вот то что мы дали я думаю что они от этого все погибнут ну как показы проекта не погибает это тоже не первый раз соответственно это очень важный момент на огурцах это дать теме таксам под корень что еще здесь дам в данном случае то есть сейчас мы даем то есть фунгициды в них не даем пока это рано на огурце единство что можно дать в данном случае это фитоспорин как и на томата фитоспорин даем от 40 до 50 литров и за счета на гектар им только жидкие вот это 10 литровый потому что в нем титр 1 миллиард идет в пасте всего 100 миллионов поэтому надо лучше давать конечно жидкие дан и видите даем 40 50 литров опять же зависимости от того то есть мы знаем какой в этом продукты в этой теплице было болезни не были болезни и соответственно то есть если опять же бывает такое что огурец по огурцу идет у даем больше если же на при этом после томата то поменьше даем то есть это тоже очень важно да то есть стараемся конечно всегда менять культуру потому что есть болезни да и соответственно болезни эти передают то есть вот если вы огурец по огурцу сажаете то конечно болезни копятся очень быстро то есть уже там после третьего четвертого круга вообще сажать их не сможете к тому же все позволит если у вас кокос или минвата да на грунте вы это себе не позволите ну и в принципе сейчас вот процесс все то сейчас огурец в отличие конечно от помидора надо поливать 45 раз да то есть поливается вот в данном случае компьютер должен поливать дробно да то есть ну не больше 15-20 минут но частый поле потому что огурец ну где-то видят ленты он здесь где-то там дальше то есть когда вы поливаете маленькими порциями но часто у вас вода находится верхнем слой земли то есть вот чем отличается поливы редкие и более большим объем от поливов таких да то есть когда вы поливаете вот сейчас маленькими порциями поливаем вода уходит в почву например да раз вы закончили полив соответственно она начал бок рассасываться то есть на глубину практически не уходит потом следующий полив вот получается вы поливаете более верхний слой если вы когда поливаете много начинаете поливать да за один полив у вас вода проходит глубже то есть она у вас уходит глубже глубже да то есть редкие поливы но большие это более глубокие полива это более важнее для томатов на этом спасибо до свидания Продолжение следует...